Всем добрый день! Очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы решили снять продолжение видео о жизни в Абхазии. И с нами сегодня снова Оля. И в этом видео также я постараюсь ответить на ваши самые часто задаваемые вопросы о жизни в Абхазии. Спрашивают у нас, как обстоят дела с образованием в Абхазии. Что могу сказать, например, по опыту, если начинать с самого маленького возраста, то частных детских садов много и там детками очень даже занимаются. Потом, если по нарастающей идем, все вот эти кружки детям, всякие английские, танцы, боксы, футбол и все это предостаточно. По школам особо не могу сказать, не знаю. Как обычно, как везде есть гимназии, есть обычные школы. Также есть колледжи. И я знаю, есть или как техника, они называются по медицинскому образованию. Для тех, кто хочет учиться, он найдет всегда себе возможности. Также можно и дистанционно учиться. И, в принципе, конечно же, хотелось, чтобы было больше вариантов, на мой личный взгляд. Опять же, я думаю, что количество, так скажем, образовательных учреждений, они соответствуют, наверное, количеству людей, которые проживают в Абхазии, потому что в Абхазии людей, на самом деле, очень-очень мало. Поэтому, наверное, нет смысла просто открывать какие-то новые учебные заведения, потому что нет в этом необходимости. Добавлю по поводу Гудауты, да, что мы ходили в детский сад, обратились в департамент, нам выдали путевку и мы один год ходили в детский сад. В Гудауте несколько детских садов. Новый, конечно, детский сад, большая очень очередь, туда нас не взяли, но мы ходили в обычный старый детский садик. Здание было старое, но педагоги были очень хорошие. Спасибо большое, я очень довольна. Стоил, кстати, детский сад, по-моему, я сейчас скажу даже точно, 600 рублей в месяц. Следующий вопрос у нас, он про медицину в Абхазии. Поделись своим каким-то опытом, если он у тебя есть. Опыт у меня есть, например, зубной. Сегодня ты была довольна? Сегодня, на самом деле, да. Вот прям я в восторге, я, конечно, ну, то есть крайние мои опыты, да, посещения, это был город Сочи. Там, находясь я, у меня не было цели, там, пойти в какую-то самую супер-купер-клинику, грубо говоря, где под домом там было, либо что-то посоветовали. Ты по рекомендации пошла? В Сочи, да. А здесь мне тоже порекомендовали, но сказали, Оля, это у нас самая классная. Вот. Я, значит, да. Я пока не буду говорить название, потому что история немножко такая. История ещё не закончилась. То есть зубы ещё не все вылетели. Да. Но смысл какой? То есть я туда прихожу. У меня ровно там, например, в 10 записи, да? А, нет, не в 10. Всё. В 3 часа дня записи. Я прихожу пораньше, сижу, жду, смотрю, утре начинается. Ну, чуть-чуть жду, минут 5. Скажите, пожалуйста, ну, на ресепшн. Как долго ещё ждать? Да, как долго. Мне говорят, а, сейчас уточним, пошли к врачу, да, в доктор, спросили. Вот, говорит, 10-15 минут. Ну, хорошо. Жду. Проходит 20 минут. Я говорю, извините, пожалуйста. Я по-абхазски. По-абхазски, сколько ещё ждать? А, сколько мне ещё ждать? Сейчас я спрошу. Пошла, спросила. Он говорит, ну, вот там, значит, задерживаются неподвиденные какие-то ситуации с лечением зубов. Ещё 10-15 минут. Я говорю, хорошо. Я жду ещё 20 минут. Ну, уже встаю. Вы знаете, говорю, я пойду. Подождите, подождите, я сейчас узнаю, сколько ещё ждать. Я говорю, нет, нет, ну, правда, ждать не могу. Ну, и не хочу. Ой, правда, не хочу. Вот. Ушла. Звонят через 15 минут и говорят, вы знаете, ну, некрасиво всё получилось, мы хотим по-моему, пойти на встречу, приходите к нам на бесплатное обслуживание, да, вот. На ту позицию, которую я уже записалась. Вот. Знаете, замечательное предложение, да. Я пришла, я была крайне удивлена и довольна. Техника просто на уровне. А цены вам? Цены, ну, цены, как в Сочи. Как в Сочи. Как в Сочи. Ну, то есть, понятно, если мы сейчас смотрим, да, по другим городам вообще России, по регионам, но в Сочи повыше. Вот. Но здесь, в Сухуме, я была, ну, самой лучшей. Ну, цена такая же, как в Сочи, в обычной. У меня тоже небольшой опыт в Абхазии с медициной, слава Богу, но в прошлом году мы, нам нужно было делать капельницы для мамы. Мы приехали в Будаутскую больницу и там договорились, то есть, без проблем нам сделали эти капельницы. И также был еще опыт у нас, у ребенка застряла в вышке бусинка, и в Будауте ее вытащить не смогли. Они сказали, у нас там какого-то пинцета нету, езжайте в Сухум. Вот, в Сухум мы приехали, то есть, тоже все абсолютно, несмотря на то, что мы, как скажем, иностранцы, да, там никакие не документы, ничего у нас не спрашивали, все бесплатно нам сделали. Ну, понятно, там от себя, конечно, тоже спасибо сказали. Ну, как бы вот так, то есть, очень доброжелательно. В общем, не бросят вас тут от них умирать, поэтому не переживайте. Первую помощь однозначно окажут. Как работает милиция и насколько вообще безопасно в Абхазии? По поводу безопасности, все абсолютно безопасно, так скажи, ну, все абсолютно тихо, все спокойно. Никаких историй я не слышала, ни там, ну, никаких, никаких, ни мелких там, ни кражей, ни баришек, ничего. Ну, тем более громких. Да, ты мне вот недавно рассказала о том, что после появления маменька в Абхазии, как раз вот эти вот все кражи, когда вот там... У людей появились деньги и все устаканилось. Ну, то есть, уже лет пять вообще все типа спокойно. Ну, потому что раньше-то действительно прям такие много было. Ну, я своим опытом поделюсь. То есть, я за два года жизнью в Кудауте слышала, один раз у нас ночью воровали аптеку и два раза будет лучше на рынке, на центральном, что-то там из машины, по-моему, воровали кашельки. Ну, это рынок, да, рынок, я думала, не только в Абхазии, небезопасен, но и в любой другой стране. Конечно. А так тоже, вот мы когда кофейню открывали, я тоже прям переживала, думаю, надо поставить сигнализацию, надо сделать жалюзи, надо сделать камеры, да. То есть, в итоге у нас просто были жалюзи, камеры, никакую сигнализацию мы не ставили, абсолютно безопасно, никаких там покушений на наш кофе как бы не было, слава богу. Я, кстати, вспомнила сейчас вот эту историю, ну, сейчас же вспоминаю, может, так и стоит еще. Отдыхающие квартиры арендовали, и я прихожу с утра к выселению, они расстроены, и говорят, ну вот, вчера посидели и нас на пляже, в общем-то, украли сумку, порсетку, украли, сидят расстроены, им надо в Сочи ехать, там все чемоданы, через два часа самолеты, в общем-то. Документы? Документы, там не помню я, ну, то есть, в общем, ключей нет, что-то, короче, половина нету того, половина того, прям расстроенные ребята, вот, но в любом случае надо ехать в Сочи, вот, и просто они, ну, все, выходят из квартиры, а, и говорят, извините, там в барсетке были ключи от вашей квартиры, я, значит, уже все, быстренько позвонила, чтобы там пришли, ключи, этот, личинку меняли, вот, ну, ребятам там удачи пожелала, все, они ушли. Через 15 минут приходится стучиться, ну, стук в дверь, я открываю, он говорит, вы знаете, говорит, а мы нашли барсетку, я говорю, а как так? Он говорит, да, мы вот, оказывается, вот повесили на спинку стул, а так вот она всю ночь провесила, короче, ребята просто отдыхали, ну, хорошо отдыхали, ну, хорошо отдыхали, и не заметили ее. Мы пришли всю ночь, расстраивались, что ли, то нет, все, в общем, пошли, ну, хорошо догадались с утра пойти, опять пройти с днем, там сидели, в уличное кафе, то есть, ну, уличное, да, бармены ушли, ну, стулья, как стоят, стоит, сумка так и висит, так что, я считаю, это такая показательная история. Открутение электричества в Абхазии. Эта зима вообще была такая комфортная, во-первых, она сама по себе никого не была, да, и как-то свет отключали, то есть, вот, вот сейчас, когда уже началась весна, почему-то, вот сейчас, именно, началось много, за сутки много раз отключают, то есть, называется, веерное отключение, да, по графику, то есть, 4 раза в сутки, потом 3, сейчас, вот, вау, висит, вот. И в разных районах по-разному, то есть, чередуют. В принципе, можно поехать с одного района в другой, вот, мы вчера тоже сидели в Афоне, как раз здесь свет выключили, мы приехали в Гутауту, там еще свет был, вот, потом дождались уже включения. История еще о том, что, когда выключают свет, соответственно, перестают насосы работать с водой. Вопрос про воду есть? Да, вопрос про воду есть, люди спросили, естественно, если вы живете в частном доме, то у вас вода будет всегда, независимо от света. Если вы живете в многоквартирном доме, то, конечно, при отключении электричества насосы не работают, поэтому воды у вас нет, но, как правило, все делают накопительные баки. Наверху, да, и они с самотеком, ну, то есть, как бы, по крайней мере, там холодное есть, понятно, горячее. По свету тоже есть альтернатива хорошая, то есть, допустим, у нас есть светильники на солнечных батареях, так, спокойно можно читать, сидеть, и, в принципе, можно генератором обзавестись, если у вас, допустим, дома. Следующий у нас вопрос, кстати, очень часто задаваемый. Гражданство в Абхазии, как его получить официально? Рассказывай. Я всегда говорю так, выйти замуж за Абхазии и родить пятерых детей, как минимум. И это ничего не значит на солнцемном опыте, да, могу сказать? Недавно мне юристы сказали, проще получить гражданство Франции, чем в Абхазии. Ну, на самом деле, вот такие здесь законы, да, что законным образом можно получить несколькими способами. То есть, один способ, это, как я уже говорила, жениться на гражданке Абхазии, либо выйти замуж. И то это не сразу, да, сначала дается ВНЖ через несколько лет. Да, дается ВНЖ через... То есть, обычно, если, да, человек, он пять лет ждет, а в браке находясь, ждешь три года. Ну, как ждешь? То есть, приходишь, тоже так же все-то показываешься, отмечаешься, все эти регистрации делаешь. Ну, только не пять лет, а три года ждешь. Вот. После этого только видножительство дает. Видножительство дает право, по-моему, только на себя в машину оформить. То есть, по-моему, очень тупик. Вот. И после этого тоже еще вот так же живешь-живешь, все показываешь, там, регистрация, отмечаешься, да. Сейчас мы сделали... Раньше, ну, нужно было, ну, делаешь, если ее на один месяц, сейчас можно прийти и на три месяца делать. Странно. Да, да. И также потом еще три года живешь вот с ВНЖ, ну, это если ты убрали, потом, ну, понятно, учишь кодекс, учишь язык. Ну, это и не факт, что тебе это гражданство дадут. Как бы все по-честному, и я, конечно, ну, на самом деле очень, ну, согласна и рада, что тут и правила. Хотя она сама, например, страдаю, но вот... Ну, а что ты, по-большому счету, страдаешь? Ну, что тебе даст гражданство? Вот давай так. Домик. То есть, ну, купить родителям домик и оформить его на себя. Ты же можешь купить коммерческую недвижимость точно так же и оформить его. А, у тебя будут дороже налоги. Налоги не хотят там столичные люди платить. Ну, это да, ну, моим родителям, возьми, объясни, там, да, что-то. Какой-то урожник. На самом деле, да, немножко добавлю в этом видео, что россияне, так же, как и другие иностранцы, имеют абсолютно законное право приобретать недвижимость в Абхазии со статусом коммерции. Всегда могут быть офисы, магазины, гостевые дома. То есть, это можно, пожалуйста, без всяких проблем. Просто у вас будет больше налогов и, соответственно, больше стоимость, допустим, 1 киловатт у нас, насколько ополнено коммерции, стоило 2,5 рубля. А сейчас тут тоже цены подняли на свет. По сравнению с предыдущими ценами, это, конечно, многие уже недовольны. Ну, то есть до конца 23-го года было 1 рубль, а с 24-го рубль 40. Это про частные. И вопрос по гражданству. Есть еще категория граждан, которые обладают теми профессиями редкими, ну, не редкими, редкими в Абхазии, в которых страна нуждается, да, насколько я помню, это врачи, учителя, и там есть какой-то список еще, ну, в общем, список профессий, по которым могут предоставить более быстрое гражданство для тех, кто переедет сюда и будет работать, так скажем, на благо Абхазии, трудиться. И у меня был, по-моему, была одна знакомая, она, ну, медсестрой, она сюда приехала работать, и вот, как бы, ей оформили документы. Ну, не сразу, конечно, тоже там какое-то время прошло. Какие города нравятся нам с тобой, Оль? У тебя какие города больше всего нравятся? Ну, конечно, мне все очень нравится. Мне он нравится, ну, большой визиток проявится. И, ну, там есть, что поделать, всегда есть прибыль. Это как бы рестораны, которые все открываются, открываются, все совершенные они, все они красивее, вкуснее, есть театры. Вот, это как бы аналог кино в Сочи. Вот, да, театры. Ну, и так в округе все, вот эти все горячие источники взять, да, и в округе всякие прогулочные, типа Черниговки, ну, тропы где-то небольшие. Да, водопады, все это в округе есть, и да. Ну, я тоже от себя добавлю, мне больше всего, конечно, нравится Новый Афон, ну, и сухой, мне нравится Ваша набережная, в центре тоже погуляйте, красиво всегда, интересно. Зарплата и уровень жизни в Азии. Зарплата и уровень жизни. Ну, мне кажется, средняя где-то, наверное, 25, вот. Средняя, да, 20-30 тысяч уровень зарплаты. Ну, уровень жизни, как сказать, ну, конечно, наверное, хочется, чтобы он был более высоким. На сегодняшний день, к сожалению, цены, наверное, примерно как в России, а все-таки уровень зарплат здесь меньше. Да, и цены однозначно как в России, меньше, я бы сказала. Смотри, за то, что здесь дешевле, здесь дешевле местные продукты, соответственно, да, и автомобили. Где лучше всего жить в Абхазии? В каких городах? Ну, Сухумах, для меня Сухумах. Ну, то есть там все есть. Ну, опять же, вот, здесь, наверное, вопрос такой риторический. Я думаю, смотря кто будет жить. Если это, допустим, семья с маленькими детьми, которых нужно учить, в Сухумах легче найти работу, в Сухумах можно получить образование, да. А если вы, допустим, занимаетесь каким-то бизнесом, или вы, допустим, уже там пенсионеры, то я думаю, Сухум, это точно не ваш город. Я думаю, где-то, может быть, рядом с крупным городом можно разместиться, и будет очень даже комфортно. Работа в Абхазии? Какая работа вообще здесь востребована, на твой взгляд? На мой взгляд, естественно, лето, это общепит, и прям приезжают, и очень даже ждут, и привозят. Официанты, повара, да. То есть если вы хотите реально поехать на лето в Абхазию, прям вообще без проблем, не бойтесь, смело приезжайте, найдете хорошую работу повара, официанты, бармены, горничные с проживанием. То есть вот эти вот все сферы, здесь прям очень большой дефицит. Скажу, что у меня у знакомого гостиница была в Питсундах, шашлычник у них зарабатывал 150 тысяч в месяц в сезон. Вот. Поэтому, как бы, такие профессии, они прям сюда приезжают, многие из года в год уже в одно и то же место, приехали, сезон поработали, довольны уехали, может, еще у кого-то даже, и время останется на море сходить. А, кстати, в том году у меня тоже знакомый приезжал, работал помощником повара в Гаграх, тоже очень даже был доволен. Ну, а так, наверное, я добавлю еще, что не хватает однозначно учителей, потому что я вижу, что в школах, в старших классах, ну, по крайней мере, у нас в Гадаути, некоторых предметов их нет, потому что не хватает, по-моему, физика, химия, то есть вот что-то такого плана, да. То есть учителя тоже у нас требованы в Абхазии. Кстати, я спрашивала, сколько зарплатов в детском саду у нашей воспитательницы. По-моему, там с какими-то еще дополнительными моментами, ну, пусть нормально, ну, для воспитательницы, как бы, это же всегда небольшая была у них зарплата, насколько я помню, по-моему, не буду брать 36 тысяч. Ну, нехорошо, и пусть еще больше. Да, да. Цены на аренду, люди спрашивают, ты можешь по своему району привести пример, а я по своему району. Да, по аренде такой момент. Ну, то есть есть, найти можно, но мало. Я продлительное веду. Сдается все до мая, ну, кто-то соглашается до июня. Квартиры, ну, в основном, многокомнатные. Более. Ну, их больше, я имею в виду, вот эта вот история, как... А у нас, наоборот, многокомнатные сложно найти. Однокомнатные или студия, это прям, ну, прям ликвидное очень. Ну, вот и нас сейчас в Гудауте я смотрела аренду, наоборот, однокомнатные есть, однокомнатные длительно можно снять где-то 15-18, двух-трехкомнатные стоят 20-25, но их мало. Вот сейчас просто их нет вообще. А так можно вот за эту цену найти. Ну, а летом посуточно уже, там, знаете, очень большой разбег, поэтому даже не буду озвучивать. Можно за 500 рублей найти койку места, можно домик снять, там, за 10 тысяч в сутки. То есть здесь все зависит от района, не от комфорта, от удобства. Ну, и причем, когда говорят, там, 500 рублей в сутки, то, ну, имейте в виду, что это с человека. Вы приехали втроем, то, соответственно, они полторы. То есть, ну, то есть, 500 рублей уже такого нет. Не зависит ваш табор, короче, 500 рублей. Не зависит ваш табор, короче. Вот. В Сухуми двух-трехкомнатные, до лета стоят где-то порядка 35 тысяч. Если вы хотите, есть несколько предложений, если вы хотите снимать прошлый год, да, не съезжая летом, то тогда помещено от 75. 1,75 было, помню, 1,120. Я просто тоже хочу жить в центре и все, как бы, перебраться. Вот этот момент, чтобы по кошельку было приятно. 75, да, это самый минимум, который я находила, чтобы скручить. Ну, это в центре, получается. Это в центре, да, и приятный ремонт. Ремонт, приятный. Очень приятный. Вот. Ну, а мы снимали вот в прошлом году, целый год мы снимали, ну, правда, ремонт жить можно как бы чисто, но прям очень скромно. У нас была трехкомнатная квартира в высотке и 20 тысяч в месяц она стоила, вместе с коммунальными платежами. Да, это визуально. Ценит прям такой доступный, да. Да. Общие впечатления твои, Оля, о жизни в Азии? Все активно развивается, растет. И, ну, перспективы здесь очень большие. Я имею в виду вообще в республике. И дай бог, и про аэропорт тоже все рассказы идут, что вообще в этом году хотя бы 24-й первый пробный будет. Моё мнение о том, что, да, действительно, требуется сюда побольше людей, да, чтобы какое-то вот движение создавалось, но, конечно, какой-то должен быть баланс, потому что если сюда вот прям все приедут, как в Сочи, то это, конечно, потеряет, потеряется свой колорит, и это уже будет вообще, вообще не то, что... Я из Сочи, можно сказать, уехала сюда, потому что, когда я приезжала в Сочи много лет назад, я ехала на курорт, где было тихо, спокойно, не было пробок, то есть, действительно, это очень комфортный город. Сейчас я просто каждый день, я часто стою в пробке, я вечером часто стою в пробке, поэтому я в Абхазии, потому что здесь я действительно отдыхаю, здесь тихо, спокойно, хорошо, и, конечно, я не хочу повторения сочинского сценария здесь, ну, я бы не хотела. Да, никто не хочет, конечно, да. Вспомнила, что нужно еще обязательно добавить очень востребованные сейчас строительные специальности, любые, просто я везу сантехника из Сочи, потому что все заняты, огромная сейчас стройка в Абхазии, куча реконструкций, санаториев, вот этого всего сейчас восстанавливают, и прямо жесткий дефицит, поэтому если вы строитель, приезжайте в Абхазию, прям вам здесь точно будут рады, звоните мне, я вас даже куда-то порекомендую. Да, 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 в Сухуми очень много строек куда-то жили, если что. Оле тоже можете писать, она у нас, кстати, архитектор, да, занимается многими интересными проектами, поэтому... Электрика, плитка, это по внутренним отделкам, да, все возможные штукатурки, и даже вот эти все земляные работы, блоки, ну, то есть все... Да даже просто разнорабочие, разнорабочие у нас сейчас две с половиной-три тысячи в сутки, вот такая вот цена. Ну, и они выброшу... И еще надо их уговаривать. А, еще их надо забирать утром. Еще пирожками кормить. Привозить, отвозить. Нет, иногда они еще курицу просят. Давайте сегодня курицу грим. Да ладно? Да. И специи. Я говорю, хорошо. Кстати, здесь пепси продается. Да. Да, стройка, что касаемо строительного, абсолютно все. Если у вас еще есть суперинструменты, приезжайте, вы будете на расплату. Надеемся, это видео было полезным для вас. Если это так, ставьте к нему лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну, я, конечно, всех благодарю за просмотр. Да. Спасибо. Желаю отличного настроения, хорошего дня. Увидимся с вами в новых роликах. Пока. Пока.